Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостным блоком у Марти Киев. И вот некоторые темы выпуска. 248 социальных контрактов заключено в республиканской столице с начала этого года. Черкесск примет участие в очередном всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Карачаево-Черкесии наблюдается самый большой прирост в рейтинге приверженности ЗОЖ среди регионов России. И на госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников. Далее об этих и других темах подробнее. Черкесск примет участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Минстрою России. Первый важный этап заключается в том, чтобы определить территорию для участия в конкурсе и дальнейшего благоустройства. В случае победы республиканской столицы в конкурсе горожанам предлагается выбрать одну из трех общественных территорий для благоустройства. Малый пруд и пешеходную зону вокруг Большого пруда в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», аллею по улице Доватора и сквер в районе РТИ. В рамках конкурса «Лучший учитель» педагоги смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премия на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее трех лет. Имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников. И есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В Карачаево-Черкесии наблюдается самый большой прирост в рейтинге приверженности ЗОЖ среди регионов страны. По сравнению с прошлым годом в рейтинге субъектов по приверженности населения здоровому образу жизни в 77 российских регионах рейтинговый балл вырос. Лидерами в шестой раз подряд стали регионы Северного Кавказа и Юга России. Наиболее заметно вырос рейтинг у нашей республики почти на 12 баллов. В республиканском центре продолжается реализация программы социальных контрактов для поддержки малоимущих семей и одиноких горожан. Второй год – это мера государственной поддержки, помогать людям выйти из трудной жизненной ситуации, открыть свое дело и увеличить доходы, а также пройти переобучение и найти работу. В Черкесске с начала текущего года заключили 248 социальных контрактов. План выполнен на 65%. Финансовая помощь для преодоления трудной жизненной ситуации горожанам предоставлена по 126 соцконтрактам на открытие собственного дела – 96%. Около 30 контрактов жители города заключили с Управлением социальной защиты населения для поиска работы. В прошлом году оформлено 223 социальных контракта. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Муайет Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда – это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В Дагестане завершился Международный молодежный форум «Каспий-2022», в котором принимала участие делегация Карачаева-Черкесии из 16 человек. Победителями грантового конкурса стали студенты Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева, Ксения Копылова с проектом «Пространство развития» и Карина Чумаева с инициативой «Школа актива студенческих самоуправлений». На Госуслугах стартовал прием заявок на курсы программирования для старшеклассников. Они длятся два года и включают в себя четыре учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат. Для подачи заявки необходимо иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг, выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки, пройти вступительное испытание, а также заключить договор с образовательной организацией на обучение за счет госуслуг. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Все для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зураба Бимурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Из Автомузея автомобилей мира в Москве стартовала первая в мире кругосветная экспедиция вокруг света через Северный Кавказ, в состав которой вошла и Карачаево-Черкесия. Члены экспедиции в рамках кругосветки проедут по глобальному туристическому маршруту Кавказ-Гран-Туризма, объединившему в 2021 году все регионы Северного Кавказа. Маршрут уследования в местах остановки будут посажены рощи и аллеи Секвоя, уникальных деревьев, живущих тысячи лет. Рощам и аллеям будут даны названия в честь выдающихся людей, прославивших свою малую родину. Это живая капсула времени. 21 сентября в кинотеатре Чарли Черкеска состоится премьерный показ фильма нашего земляка Руслана Братова «Экспресс», снятого в республиканской столице. Для режиссера Братова это первая полнометражная работа. Мы сделали кино такое, которое мы хотели сделать. Не было каких-то компромиссов, на которые бы мы шли. И потом сидели и понимали, что ну да, что-то так, в итоге оно такое. Я сейчас вынесу какие-то работы над ошибками произведу и так далее для себя. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено Федеральным законом о страховых пенсиях. Комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда республики Анна Шаганова. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, Федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 564,31 рубля. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя дирекции капитального строительства, который обвиняется по фактам превышения должностных полномочий. По данным следствия, экзглава учреждения незаконно подписал 85 свидетельств о праве на получение социальной выплаты участникам программы обеспечения жильем молодых семей. В результате общая сумма причиненного ущерба превысила 20 миллионов рублей. В Карачаево-Черкесии 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом рассказала начальник прислужбы МВД по Карачаево-Черкесии Евгения Узденова. Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года. В соответствии с отведенной ролью, каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива. Предварительно установлено, что злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадало более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В эти дни в Сербии прошел чемпионат России по самбо. Российские спортсмены, среди которых был и наш земляк Ромет Гукев, выступали на соревнованиях в нейтральном статусе под плагом ФИАС, Международной Федерации Самбо. В этом же статусе выступали самбисты Белоруссии и Франции. В итоге атлеты, представлявшие ФИАС, завоевали 17 золотых медалей из 21. В числе призеров и наш земляк Ромет Гуков. В финальном поединке в весовой категории до 71 килограмма со счетом 5-0 Ромет победил соперника из Грузии. Ромету Гукеву 29 лет. За свою спортивную карьеру он выигрывал Кубок России. Международный турнир на призы президента Татарстана становился серебряным призером чемпионата России, Спартаке Ады сильнейших, Кубка мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы. И вот его копилка наград пополнилась золотом чемпионата Европы. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, дождь, местами сильный ливень, очень сильный дождь, в отдельных районах гроза и туман. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, в горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-19, в горах местами до плюс 13. В Черкесии дождь, ветер северной четверти 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Штормовое предупреждение. 21, 22 и 23 сентября местами по Карачаево-Черкесии ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, на реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Это все новости к этому часу, с ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok